Мне кажется, нужно начинать с поддержки молодёжи. У нас вся таблица Менделеева существует. У нас очень много золота, но мы всё это экспортируем. Развить финансовую грамотность народа. Получается, это инвестиции, вот это всё. Куда нужно деньги класть. Для развития экономики Казахстана, мне кажется, у нас есть очень много всего официального. К примеру, стратегия «Бизнес-2050», другие разные стратегии, но на деле они мало чем выполняются, потому что есть очень много проектов, которые не могут начать развиваться, не могут стартапиться, потому что нет поддержки от государства. Как говорится, «de euro de facto», то, что есть на бумаге, того нет в реальности. Если бы это выполняло государство, то очень много молодёжи начало бы инициализировать. Мне кажется, нужно начинать с поддержки молодёжи. Единственное, что мне нравится именно в том, что делает сейчас нынешнее государство, это вот, к примеру, Асанахаб, который у нас сейчас по средствам находится. Там, к примеру, очень много стартапов поддерживают именно начинание молодёжи. Я думаю, больше всего главный результат – это время. Казахстан сейчас находится в сжиточном состоянии именно по экономике. Так что, думаю, со временем, конечно, и улучшится. Но и финансовая грамотность каждого гражданина, конечно. То есть, если каждый гражданин будет правильно планировать свой путь, ну, брать высшее образование и всё в таком духе, то в основном будет экономически более развит. Ну, для развития нашей экономики в стране, я думаю, надо сперва нашему правительству полностью внутри разобраться. Потому что каждый у нас, получается, чиновник, в основном работает, если так говорить, на свой карман. Просто надо, чтобы каждый работал для народа. Раз их избрали, чтобы они работали для народа, они должны так и делать. Потому что всё это своё богатство, которое образовывается, они с собой никуда его не заберут. У нас очень большая перспективная страна, у нас есть свои ресурсы, у нас вся таблица Менделеева существует, у нас очень много золота, но мы всё это экспортируем за рубеж. Если мы большую часть будем оставлять для своего народа, тогда народ будет спокойным, и все будем мы, как бы сказать, не выносить из дома. Это же наш общий дом для нашего общего блага. И тогда у нас будет всё хорошо в нашей стране. Всё зависит и от правительства, и от самого же народа тоже. Если народ всё время будет жаловаться, если того нету, лёжа на диване, то у нас вместе не получится. Мы должны работать обоюдно, если так посудить. Человек должен сам заработать своим трудом, если ему позволяет это здоровье, и достигать дальнейших действий. В будущем, через определённый период времени, будет результат. Развить финансовую грамотность народа. Получается, это инвестиции, вот это всё. Куда нужно деньги класть, и всё это. Потому что наш народ в большинстве случаев берёт кредиты на то и так далее, да. Мне кажется, для развития экономики важен один всего лишь фактор, чтобы люди стали более-менее людьми. Особенно определённый слой, самый верхний, который принимает решения касательно того, по какому маршруту будет развиваться наше государство в дальнейшем. С учётом вообще всей мировой ситуации. Ну, наверное, надо всё-таки молодёжь нашу обучать, во-первых. Жилищные условия надо, чтобы у молодёжи тоже всё это было, конечно. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова